Юлия живет с двумя детьми и мамой в тесной квартире. Решила этим летом разъезжаемся и начала подыскивать квартиру в ипотеку. А тут льготная ставка 6,5%. Выгодно, но все равно боязно. Цена на желаемое жилье выросла. На Сминогорском тракте мне нравятся квартиры. Месяц назад буквально она стоила миллион восемьсот, сейчас уже миллион девятьсот. Прирост цен на квадратный метр оправдан, говорят риэлторы. Спрос на новостройки с появлением льготной ипотеки резко вырос. Например, уже сейчас найти трехкомнатную квартиру на удобных этажах сложно. Несмотря на повышение цен, расширяться или инвестировать сейчас выгодно, считают риэлторы. Мы же рассчитываем процентную ставку на 15-20 лет. Соответственно, переплата с учетом того, что ставка была под 9% и ставка под 6,5% колоссальная, если посчитать в срезе времени. В любом случае это будет гораздо выгоднее, чем ждать понижения стоимости квадратного метра. А его и не будет. Застройщики при этом говорят, что рост цен на жилье связан не только с высоким спросом на льготную ипотеку. Это зависит и от этапа строительства объектов. Так, например, те, кто только готовится к сдаче, растут в цене за квадрат. Но и с ипотекой это не связано. В среднем цена на квартиры по городу за последние два месяца выросла на 100 тысяч рублей. Так, на Змейногорском тракте квадратный метр в однушке теперь стоит 61 тысячу. В центре Барнаула квадрат уже 65 тысяч вместо 58. А в индустриальном районе трехкомнатную квартиру можно купить по цене 47 тысяч за квадрат. Это примерно на 2 тысячи рублей больше, чем пару месяцев назад. По прогнозам, квадратный метр будет прибавлять в цене примерно до ноября. Именно до этого времени сохраняется господдержка банков и застройщиков. Ранее, по прогнозам риэлторов, кризис рынка жилья ожидался в мае, но спрос на недвижимость весной вдруг оказался высоким. Такая же картина, скорее всего, будет и в июне, хотя в прежние годы эти месяцы риэлторы считали мертвым сезоном. В этом же, полагают специалисты, застой сдвинулся на конец года. Емкость покупательского рынка у нас не изменилась. Просто мы его сдвинули на этот период времени с помощью государственных рычагов. Если эти рычаги будут отменены, то эта волна стагнации и кризиса нас ожидает в период высокого сезона, к декабрю месяцу. Мы тогда не увидим того всплеска, который был в предыдущее время, если взять срезу за 5 лет. В то же время риэлторы и застройщики подчеркивают, что такой прогноз может не оправдаться. В этом году ломаются все привычные схемы и тенденции. Непредсказуемость рынка вынуждает быстро реагировать и подстраиваться. Ведь уже завтра все может быть ровно наоборот. Полина Жданова, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком.